Приветствую вас на канале Видеоохота. Сегодня рассмотрим очень популярный вопрос среди владельцев оружия, который звучит следующим образом. Где можно стрелять? Вы узнаете о том, где по закону разрешается стрелять из оружия, какие варианты разрешения данного вопроса существуют и какое наказание грозит нарушителям. Среди любителей оружия сразу после покупки возникает желание поехать пострелять и проверить обновку в работе. Как правило, садятся в машину и едут где-нибудь в карьер, лес или другое малолюдное место, чтобы оторваться от души. Если постараться объяснить таким людям, что вот так нельзя делать и это противозаконно, то от них услышишь, что мы же осторожно и только по мишеням стреляем, никакой охоты не проводим. Более сознательные владельцы едут в тир, стрельбище или иное специальное место для стрельбы, несмотря на день недели и время года. Здесь главное, чтобы администрация специально отведенного места дала разрешение на проведение стрельбы. Таким образом, стрелять законным способом можно только двумя способами. Один из них предусматривает стрельбы в тире, стрельбище или ином специально отведенном и сертифицированном для этого месте. Здесь нужно будет оплатить владельцу тира определенную сумму, которая бывает весьма внушительных размеров. Второй способ законно пострелять заключается в проведении стрельб в охотничьих угодьях во время охотничьего сезона. В этом случае вам необходимо будет иметь при себе все документы, которые позволяют проводить охоту в той местности, где вы стреляете. Как правило, это охотничий билет, разрешение на добычу охотничьих ресурсов в путевку, разрешение на оружие, из которого собираетесь стрелять. Несомненно, что во втором случае вам необходимо стать полноправным охотником. Только тогда ваши стрельбы будут законными. В случае проверки со стороны правоохранительных органов или охотинспекторов, говорите, что просто охотитесь, а стреляли много, потому что еще не научились попадать. Если спросят о наличии возле вас тарелок и мишени, то говорите, что они уже были, когда вы подошли. В любом случае вам необходимо стоять на своем и говорить, что вы проводите охоту в соответствии с разрешением на добычу. Так у вас не должно быть никаких проблем. Помните, что стрелять ближе 200 метров до населенного пункта запрещено и соблюдайте все предосторожности и технику безопасности во время стрельбы из оружия. Если нарушать все эти правила, то можно заработать определенное наказание, которое заключается в штрафе от 3000 рублей до 50 тысяч рублей. Кроме этого, возможно конфискация оружия и патроны к нему. Если будете нарушать группу лиц или в состоянии опьянения, то штраф увеличится до 100 тысяч рублей. Кроме этого, предусмотрено даже лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на строк 3 года с конфискацией самого оружия и патронов к нему. Таким образом, подумайте сначала хорошо перед тем, как идти стрелять из своего оружия. На этом все. Если видео было полезно, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал видеохота и ждите следующих видео. До новых встреч!